Сейчас расскажу про тренинги. Это два вопроса, на самом деле, в одном и два больших вопроса. Смотрите, что происходит. Наш окружающий мир душа разговаривает с нами через события, через сформирование модельного ряда нашего отражения. То есть, если человек вдруг на одну секунду останавливается в развитии, то у него событийный ряд раз и резко меняется. Но для того, чтобы пройти этот событийный ряд, ему, на самом деле, не надо напрягаться, ему надо просто взять и пройти. Что-то поменять, что-то сделать и пойти двигаться дальше, не напрягаясь. Напряжение пространство не любит. Это все, что касается формирования событий, события формирует душа. И ей не надо напряжение, наоборот, ей надо, чтобы ее слышали и слушались, куда она ведет, чтобы ходилка стреляла, ходила туда, куда душе надо, чтобы она была управляемой. Напряжение, оно дает потери управляемости. И тогда тело не может слышать то, что дает душа. Чем больше напряжения вот этих блоков в теле, тем меньше мы слышим, что хочет наша душа. Что касается тренингов на эту тему. Выход из зоны комфорта, на самом деле, душа очень быстро нам устраивает, если мы где-то задержались. Чуть-чуть, задержаясь на одной опорной точке, душа очень быстро покажет, как нам надо двигаться и в какую сторону. Если мы ее слушаем, то мы будем идти быстро, классно, очки набираются. И за одну жизнь, вот на сегодняшний день, можно реально прожить несколько жизней, вот если сравнить с прошлым веком. Что касается тренингов, когда напрягают. Сегодня модно напрягать. Ребята, знаете, почему модно напрягать? Сейчас расскажу. Напряжение используется во многих. Сейчас, если раньше у нас были религии, да, сейчас у нас есть мода на тренинговые секты. Тренинговые секты, они что дают? Они дают подавление сознания человека. Приходит человек, который создает напряжение, и модно напряжение создает, ведь, я немножко непоследовательно говорю, основа, вот эти вот все напрягающие технологии, они используются в тренинговых сектах. Ну, здесь, последовательно, да? Как рождается тренинговая секта? Находится человек, зачастую, очень зачастую, это человек, который имел в прошлом военное образование, либо в его окружении есть люди с военным образованием. Говорю достоверную информацию, абсолютно, потому что прошло много сект. Или восточное единоборство. Или восточное единоборство, как правильно ими занимались люди, которые все-таки с погонами были связаны, либо же вот со службой в армии, либо-либо-либо. То есть у них был набор командных убеждений, общение на уровне команд. И эти люди понимают, как управлять массами через подавление. Что делается? Сразу команда делится на лидеров и все остальные. Ну, кроме того, что в верхушке там есть еще приближение, да? Так вот, вот эти вот так называемые, вот это разделение, оно сразу осуществляется. Оно осуществляется на первой встрече, когда еще только знакомят. И тогда лидеры бросаются в атаку и затягивают в тренинговую секту новых людей. А те, кто пришел, еще не понимают. Это им говорят, что если ты не придешь, то и вот этот не придет. И значит, он пострадает из-за себя. Ну что, тебе там 100 долларов или 200 долларов жалко. Ну что там? Человек приходит. А потом дальше начинаются манипуляции. Манипуляции идут через что? Ты опоздал на 5 минут. Значит, вся вот эта тусовка тебя гнобит, что ты нас подставил, ты такой вот козел и так далее. Что это дает? Это дает эмоциональный маник. Человек начинает раскачивать эмоционально. Что такое раскачивать эмоционально? Вы вылетели в напряжение, вы начали играть с игрой-играми. У вас пошло другое формирование событий в жизни. Вы уже постоянно в этом стрессовом состоянии находитесь. Когда вы находитесь в стрессовом состоянии, ваш внутренний критик вообще может до вас достучаться. Вот просто изнутри интуитивно вам сказать, болван, слышь, очнись. Не может он вырублен вообще. Его не слышат, потому что все зажато в теле. Тело вообще своей души не того, не хочет слушать, потому что оно вот комком. Ведь оно же в напряжении, оно же по сути дела в психозе. Вот оно, ну вот реально его раскачали. Но когда человек не может анализировать критическую ситуацию, тогда им можно очень здорово управлять. А если еще посадить его, например, на условия, дорогой, ты приводишь трехчеловек на следующий тренинг, или ты за каждого платишь 100 баксов. Человек так башляет, башляет, баксы заканчиваются. И дальше начинается самое интересное. Человек, по сути дела, в рамстве уже будет отрабатывать. Либо он за это время успел стать лидером, продвинуться, а он будет попасть приближенной. И тогда он до него доходит, что, блин, меня же как лоха сделали, теперь я буду делать всех как лохов. И смотрите, как это работает у белорусов. У белорусов здесь жестяк. Наш народ, он на земле под унижением. Многие годы был под унижением. И теперь смотрите, если нас унизили, то следующая потребность мы его унизим. Да? И пошли херящить маятником в браку в сторону. Вылезти из этого. Это надо уже иметь осознанную башку. А если при этом, смотрите, когда человека еще раскачали эмоционально, отключили внутреннюю критику. Что значит, что отключен внутренний критик? Это значит, что человек уже заглатывает информацию, не анализирует. Если при этом человека посадить в какую-то практику, в медитацию, вот раскачали, а потом бахнули, давайте помедитировать туда. И залить ему в подсознание убеждений. Не своих. А если заливать туда каждые минимум три недели, да? Потому что у нас внушение держится от трех недель до шести месяцев. Ты туда писаешь и писаешь. И человек в конце концов ходит с этим туалетом по жизни. Если он проходил с ним больше года, я грубо говоря, ну просто мне когда-то это прикалывало, на самом деле сейчас я когда смотрю на то, что происходит на этом всем рынке, у меня иногда волосы там стоят. Вот, потому что вот эти вот вещи начали плодиться сейчас в геометрической прогрессии. А это говорит о чем? О том, что очень большое количество запросов внутри у людей на то, чтобы это проявилось. Это значит, что люди деградировали. И бессознательно просто создает условия в виде вантуза. Я вот эти секты называю вантузом, да? Они сжимают людей для того, чтобы пробить за сорок башки. Ну, условно говоря, потому что при таком сжатии либо у человека будет совсем плохо, да? И ему потребуется врачебная помощь и спасательная операция. Либо человек все-таки в какой-то момент включится, сбросит это со своих плеч, пошлет все подальше и выйдет из этого. Ну, всего два варианта. На самом деле не так. Так вот, если человек под таким присинением пробыл больше года, то без помощи психотерапевта я не верю, что он сможет вообще когда-нибудь обойтись. Причем профессионально. Не лучше ли их оставить в сторонке и не трожиться? На самом деле они опасны, ну, как бы своим желанием, то ли, пронести идеи? Нет, я считаю, что в этом мире нет абсолютно дисгармоничных вещей. Если проявилась вот такая потребность у людей в таком разнообразии тренинговых сект, значит это здорово. Смотрите, кроме тренинговых сект есть очень большое количество программ, которые основаны на унижении. Собирается массовка, 500 человек нормально прорабатывает женщин, там дуры и самое мягкое выражение и так далее. Женщин пропрессовывают, у них внутри заложены, есть программа потребности унижения, да? И они с этим уезжают, бежат от счастья, что их унизили. У них есть вот, вот же Давид, он притягивает тех, у кого есть вот эта программа на отработку. Он поднимает в ней эту программу. Если бы людей еще параллельно научить, как эти программы поднятые, сесть и самостоятельно отработать, то уже на второй тренинг ходить не надо. И потом можно ему сказать, слушайте, чувак, спасибо, ты поднял те программы во мне, которые вообще не надо было ли мне в жизни. Я их осознала, выключила и удалила. И все здорово. То есть он может быть индикатором. И, возможно, бессознательный дает проявление вот всем этим вот вариантам тренингов такого вот проявиться для того, чтобы человек в какой-то момент все-таки включился и задумался, ну вот уже все, ну бессознательным штангом туда не буду стучаться, чтобы ты остановился в развитии. Это всего лишь разновидности. Поэтому все это гармонично. И сколько вариантов вот не приходило сюда разнообразных, они все по одному и тому же принципу идут. Мне очень интересно бывать вообще в разных заведениях. Я недавно писала статью, что недавно это все-таки попало с Арджоном Кришнаитом. Мне там очень понравилось, честно говорю. Вот очень-очень радушно, очень здорово. Если бы еще они не пугались, когда заходят туда люди из интернета, да, было бы вообще прекрасно. Но, в принципе, так было очень радушно. Я смотрела на все психотехники и писала их даже в статье, как оно все делается. А почему писать начала? Потому что, понимаете, единственный вариант защиты от влияний, который есть сегодня в обществе, и помощи душе в развитии, это раскладывать это, чтобы человек это осознавал, видел, понимал. И для него доходило, зачем он туда попал. Ведь ключевое – зачем? Зачем он попал в эту тусовку? Зачем ему это было дано? Чтобы он излег о сознании. И когда он излечет и сознание, у него жизнь переменится, у него другое формирование событий будет. Вполне возможно, что тогда он сможет вот эту вот функцию выполнять. Потому что, смотрите, вот… А если, Наташа, а если он не в том состоянии выйдет оттуда, и как ему, он уже ничего не сможет? Все равно душа, она сильная, она всегда найдет варианты, как вернуться к предназначению. И она все равно будет вести человека по пути предназначения. Вы понимаете, я называю все вот вещи, которые сидят на трансе и на внушениях, да? Это религиозное заведение, любые варианты подавления сознания человека временными ловушками, да? Таким затишким, когда человек… Понимаете, ведь и в тех же самых тренинговых сектах, и вообще в сектах, и в религиях у них всегда палка о двух концах. Там есть опорные конструкции в психике человека, которые не позволяют слететь с контушек, когда приходит туда человек в очень таком непростеничном состоянии, да? Там реально заливается на внушение фундамент убеждений, на которых психика становится достаточно стабильной, и можно обходиться без медикаментов. Но это длится какое-то время. В какое-то время человек все-таки находит эту стабильность, развивается, развивается, и потом уже дальше слезть с этих опорных конструкций, залитого этого фундамента. Ему тяжело. И, честно говоря, у меня был момент, когда я смотрела, как пришла эти пели, там все такое, очень здорово. Все техники я следила, зрачки эти по пять копеек при немом свете. Все, все, все супер, да? Вот. Единственная мысль, которая в конце, перед уходом, пришла в голову, когда я так уже стояла, наблюдала за всем происходящим, думаю, блин, какое же счастье, что здесь нет моего мужа. Я так оценила, что там нет моего мужа. Я никогда не замечала то, что он медитирует, там, обрезая деревья, там, сажая картошку, делает какие-то ремонты машинных, дома самолетиков, там и так далее. Это та же самая медитация на самом деле, но просто она абсолютно применима к материальной жизни. И она позволяет ему реализовываться и выполнять все-таки то, за чем он пришел в эту жизнь. Пускай и не так, как, может быть, не на сто процентов, но позволяет. А когда человек сидит и, там, дневное время, два часа дня, активное время, человек сидит и, Харе Кришна, Харе Рама, это, конечно, здорово. Психика, она разгружается в это время, уводит его от мирских дел, но в какой-то момент душа пытается поднять этот зал и заставить что-то делать, а зал не поднимается, и тогда она дает пинка. И дает пинка очень хорошо, либо по здоровью, либо... Чаще всего начинается зажатие социумом. Социум перестает понимать людей. Вот, социум начинает отторгать. И тогда хочется сбежать с людьми, тогда там вот наша культура не принимается, а та культура принимается. Видите, сейчас еще скажу одну страшную вещь. Эта страшная вещь настолько бредовая, что может не быть воспринято нормально. Внимание, наблюдение. Я не совсем умаблю бы вообще. Внимание, ну, куда, зачем наблюдать? Позицина наблюдателя, я играющая. Я не соблюня. Я играющая, я наблюдающая. Я наблюдающая за тем, куда у меня предложено внимание. Это второе восприятие сдвига, это гарантия транса. Вот, хорошо, чтобы вы понимаете, о чем речь, не надо примером, практика. Вот сейчас сядьте, да? Будет проще, если закройте глаза. И теперь посмотрите на себя со стороны сидящего. Вы наблюдаете за собой сидящим. Вы чувствуете свое тело. Вы перенесите внимание в руки, в ноги. Но вы продолжаете наблюдать за собой сидящим. Просто перенесите внимание на кончики пальцев рук и продолжайте наблюдать за собой со стороны сидящим. И получаете щелчки туда. Щелк туда, щелк туда, щелк туда, щелк туда, щелк туда, щелк туда, да? А потом они становятся все чаще, чаще, чаще. Пошли порваться. Ага, теперь откройте глаза. Смотрите на меня и смотрите на себя со стороны сидящего. Как ощущения в области головы? Понимаете, мы привыкли к тому, что время у нас вот здесь и сейчас течет, да? И мы привыкли к тому, что события развиваются вот здесь и сейчас в нашей жизни. Прошлая мысль, будущее мыслитает, наоборот, в местах мы воспринимаем. Понимаете, но это мы воспринимаем, если время точка, да? То у нас вот такой расклад на прошлое и будущее получается. Теперь представьте, если время не точка, а линия. Уже другой расклад получается. А если время не линия, а плоскость. Здесь объема... Вот если вот это все рассматривать в измененном состоянии сознания, у меня, например, перегруз наступает уже на плоскость и грубает. Не хватает оперативной памяти. Так вот, если вот это все видеть, то понимаешь, что пространство вариантов, все события, они существуют при многомерном времени, одновременно здесь и сейчас. И причем вот здесь прошлое, вот здесь будущее, вот здесь прошлое, вот здесь будущее. А ты где-то здесь, и ты не знаешь, где прошлое и где будущее. К чему говорю? Я не просто так вот это нарисовала. К чему говорю? Если вы зависаете, например, в индийской культуре, вероятность того, что ваше внимание, прикованное к гаданию, к индийской культуре, приведет вас к тому, что следующее воплощение, особенно если оно вот будет скоропалительным, да, оно же придет к переключению каналов. Белый свет и вылетело в другое тело. Ваше воплощение может идти туда. И там понятие прошлое и будущее, оно есть у нас, а там его нет. Да, пожалуйста, на тебе там 800-й год до нашей эры танцуй в индийском танце. А если ты хочешь простить корабли, мирового океана, космические, то тебе нужны хороводы, индийские танцы на корабле? Я за то, чтобы изучать какие-то вещи и углубляться. Куда мы переносим наше внимание, мы туда, куда мы направляем луч внимания, есть понятие луча внимания, да, в эзотерике. Куда мы направляем луч внимания, в ту степень мы движемся в своей инкарнации в дальнейшем. Мы как бы не особенно наделаем выбор туда. Если мы направляем внимание, вот то, что мы считаем будущее, там, полет на Марс, космос, еще куда-то, у нас инкарнации будут из той степени. Если нам хочется водить хороводы, и мы хотим вот такое, у нас следующее воплощение будет на уровне хороводов, там, дремучим, несущим где-то. Просто, как бы бредово это ни звучало, вот эта информация, если хотя бы один раз увидеть раскладку, как раскладывается многомерность фемени, то эта вещь становится очевидной. Что инкарнационный момент, он вот здесь и сейчас, человек вылетает по набранным очкам, формируется тело, та-та-та-та, а игра уже задана лучом внимания. То есть точка, куда человек дальше попадает, она уже задана лучом внимания. А почему-то, я говорю, тебе же нет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ